Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару! Сегодня к нам приходят гости и по вашим многочисленным просьбам я буду готовить плов. Сразу скажу, что я, конечно, люблю плов с бараниной, но мы баранину практически сейчас не едим, очень редко себе это позволяем, это роскошь. Не потому что это дорого, а потому что мы не переносим уже, к сожалению. Буду готовить с говядиной. Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару! Я иду от стоматолога. У меня должны были сегодня капу новую сделать, но это не получилось, к сожалению. Но вроде как через пару-тройку дней она появится, мне почистили старую капу, то есть она стала посветлее, более эстетичная. Ну и будем надеяться, что следующая капа будет вообще такая светленькая, красивенькая, хорошенькая. И я уже подумала, что я, наверное, с этой капой сниму новые видео на свой канал, потому что очень уж долго это все тянется. Ну и теперь я возвращаюсь домой, потому что скоро к нам придут гости! Больше всех этих гостей ждет, конечно же, Бася. Ну, я не говорю, что я не жду, но Бася, конечно же, очень радуется, когда приходят эти гости. У меня есть одна моя знакомая, очень хорошая и очень честная. Она на самом деле такой правдорежец. И вот она всегда говорит, что у меня очень хороший плов получается. Она из Узбекистана, Узбечка, поэтому я верю только ей. Итак, начинаем. У меня 850 граммов говядины, 900 граммов риса, 900 граммов морковки, беру 3,5 головки чеснока, 3 луковицы. Вообще, в принципе, нужно курдючное сало, если с бараниной готовишь, но я буду готовить со сливочным маслом. Соль, черный перец и, конечно, все дело в приправах. Легче всего взять, вот когда-то я брала приправы для узбекского плова, но, к сожалению, в этот раз я не нашла, поэтому взяла все составляющие, которые здесь написаны. Это кумин, зира по-другому называется, молотый кориандр, барбарис и перец чили-острый. Рис промыла, морковку помыла, почистила, мясо промыла, просушила бумажными полотенцами, почистила лук и очистила от верхней кожуры чеснок. Теперь начинаю все резать. Мясо кубиками, морковку тонкой соломкой и лук тонкими полукольцами. И самый главный инструмент для приготовления плова это казан. Вот у меня есть достаточно большой казан. Вот я растопила сливочное масло и по возможности сняла пенку. Сразу предупреждаю, что если кто-то напишет, что нужно было топленое масло, я топленое масло у нас в Елисеевском не нашла. Пришлось, к сожалению, вот так вот выходить из положения. И сейчас я закладываю в это масло лук и обжариваю в течение 7 минут. Через 7 минут добавляю мясо и жарю его до корочки. Теперь добавляю морковь и первые 3 минуты, не помешивая, просто положила и жарю. Через 3 минуты все перемешала и теперь все это будет готовиться 10 минут. Вот я намешала все приправы, 5 приправ по 5 миллиграмм по чайной ложке намешала и добавила соль морскую крупную. И теперь добавляю половину этой смеси в мясо, морковку, лук. И теперь заливаю все это кипятком на 2 сантиметра выше мяса. И теперь все это будет тушиться 1 час. Через час выкладываю рис, выравниваю поверхность риса и засыпаю оставшуюся часть приправы. Вливаю кипяток, чтобы он покрывал рис на 3 сантиметра в высоту. Ну все, готово. Теперь достаем вот чесноки. Ой, какой, наверное, вкусный. Я каждый раз смотрю картинки, думаю, боже, это же чеснок, там язык... А вы же ели! Вот такое чудо передала нам Даша уже когда уезжала. Очень вкусный ческейк. Просто вообще замечательный. Даша его сделала, чтобы опробовать. Ну, как вы знаете, у нее есть свое дело пекарное. Вкусняшки от Дашки. Правильно? Вкусняшки от Дашки. Вкусняшки от Дашки. Я внизу ссылочку на ее инстаграм оставлю, потому что она там все свои произведения искусства выкладывает. Ну и это как бы предварительное такое... На пробу она сделала вот этот ческейк, чтобы у нее тоже могли и ческейки заказывать. Но я, как человек, на котором опробовали этот ческейк, я была подопытным кроликом, могу заявить, что он очень вкусный. Просто вообще потрясный. И снова здравствуйте. Привет! Пока мама ищет вопросы, я решила рассказать... Во-первых, мне показалось, что мы так и не сняли Елену Игоревну. Для всех тех, кто с нами только... Ну, недавно Елена Игоревна крестная нашей собаки. То есть она нам помогла найти Басю. И Баси просто невероятно ее любит. Ну, не то, что она помогла нам ее найти. Она нам дала заводчика. Да. И Баси ее просто безумно любит. Вот такое впечатление, что Баси ее с утра ждала. И была счастлива, что Елена Игоревна пришла. Но мне кажется, что мы ее так и не сняли. Да, мы ее тоже. Хотя я вам обещала. А по поводу зуба тоже. Многие спрашивали, что будет дальше. И все ли это вот как бы на этом закончили и все. Нет, мы на этом не закончили. Ты нашла, да? Да. Мы на этом не закончили ни та, ни другая. То есть через примерно там три месяца уже, по-моему, мы идем, ну, это тоже как операция. То есть разрезается десна, вставляется формирователь десны и уже десна формируется. А уже после того, как она сформируется, недельки через три после вставления формирователя десны, уже можно будет делать, собственно говоря, коронки. Да. Ну, потом будет сначала временная коронка, а потом будет уже постоянная коронка. Но еще нам нужно сходить в одно место и там выяснить, насколько у нас заживление, формирование костной ткани проходит. Потому что, может быть, это не три, а четыре месяца будет. Вот, так что вот такие у нас планы. Конечно же, ничего не закончилось. У меня сейчас нет зуба. Как может быть это закончено? У меня сейчас просто капа и все. И, кстати, мне сегодня... И фальшивый зуб. Да. Мне сегодня ее почистили, я не помню, вам говорила или нет. Вот, это старая капа, а новая белая будет четверг. Если будет. Если будет. А я сегодня, когда снимала, как готовлю плов, уже в самом конце, у меня просто был очень важный звонок. Я не могла отвлечься, отказать человеку в разговоре. И в это время мне нужно было чеснок положить. Поэтому я дорасскажу. Значит, когда рис набирает в воду и становится таким уже суховатым, уже в это время можно в него вдавить головки чеснока. И вот сегодня девчонки так лопали этот чеснок, им так понравилось. Я вам могу сказать, что я так лопала этот плов, он такой вкусный. Мама говорит, ну, рис получился слепшийся. Я говорю, мама, это самое классное, он такой сочный, просто вообще невероятный. Вообще, по рецепту это на 8-10 человек, а у нас осталось гуркинос. Мы такие три обжоры. Потому что было очень вкусно, мы прямо за обещание. Мы сегодня так нахохотались, вообще так весело провели время, просто исключительно. Ну так, вопросы. Марина Селезнева спрашивает, если не секрет, в каком районе Москвы вы живете? Так я же ответила. Нет, наверное. Я ответила там, да. Ну, еще раз скажи, может быть, люди не знают. В Тверском районе, это не секрет, в Тверском районе. Да. В Тверском районе в Москве мы живем, потому что тоже много спрашивают. Вопрос от Карины Кокс. А почему вы сразу не покупаете стиральный порошок 3-4 килограмма? Я как-то покупала. И, вы знаете, мне очень плохо, когда я его куда-то пересыпаю, вот из этого большого объема, очень идет вот эта пыль жуткая просто. Ну, я не знаю, как это сказать. Видите ли вы себя минималистами? Ну, скорее всего, нет. Пока мы не видим себя минималистами, вот я так предполагаю. Я в будущем не вижу себя минималистами. Ну, вы знаете, насколько я понимаю, вот этот самый минимализм, он еще подразумевает, просто есть у меня один, ну, не то, что он знакомый человек, лично прям вот. Но я у него училась кое-чего в интернете. Этот человек дошел до того, что он даже избавился от всей недвижимости, потому что, как бы, он считает, что минимализм включает и это. То есть, если он куда-то приезжает в какую-то страну или возвращается в нашу страну, он снимает квартиру и считает, или дом, он считает, что, чтобы ничего вообще его не привязывало ни к чему. То есть, минимализм, он, ну, такая штука, наверное, в общем, чтобы не было ничего лишнего, как бы. Ну, то есть, если поставить елку, то чтобы голод не было, наверное, без игрушек, наверное, так. Вы, кстати, как относитесь к минимализму? Ответьте нам, пожалуйста, на этот вопрос, да? Да. И видите ли себя минималистами? Ну, есть, как бы, тоже еще осознанный и неосознанный минимализм. Но, не знаю, я очень люблю всякие штучки, я очень такая, я девочка-девочка. И вот недавно я смотрела вечернего Урганта, приходил Меньшиков в гости к нему, и он говорит, я шмоточник, я люблю шмотки, сам их выбираю. У меня гардеробная, в которую я захожу, сам выбираю, что я буду сегодня одевать, но он очень модный и так красиво одевается. Я тоже шмоточница, я это не скрываю. Вы же не только в шмотках. Ну, в основном все начинают именно с одежды, из мебели, вот с этого начинается весь минимализм, из косметики. В общем, не, я девочка-девочка, я не смогу просто, я осознанно, знаете, как, вот я могу сказать вам, я никогда не говорю никогда, но я никогда, скорее всего, не стану вегетарианкой и не стану минималистом. Вот это как бы две вещи. Я люблю мясо. Как отрезала. Я люблю шмотки. Такой комментарий от Елены Елена по поводу H&M. Увидела джемпер с принтом Тигр, а в нашем интернет-магазине такого не нахожу. Получается, что ассортимент разный? Ассортимент по-любому разный. Я, конечно, по большей части пытаюсь отслеживать, что есть в интернет-магазине, и потом уже приходить в магазин. Но вот все новогодние штучки, вот эти пижамки, то, что мы купили, комбинезончик, в интернет-магазине на тот момент, когда мы это все покупали, ничего этого не было. И вот этого свитера с хо-хо-хоу, который в ноу-ноу-ноу превращается, его тоже не было в интернет-магазине. Получается, что да, разный ассортимент. А иногда Аня отмечает что-то в интернет-магазине себе. Да, этого нет. И говорит, вот сейчас пойдем, я уже все отметила, я просто должна посмотреть, понравится мне или нет. Мы приходим в магазин, а там этого нет. Да. Ну, и, наверное, в разных магазинах по-разному тоже ассортимент, да? Ну, это по-любому, потому что, например, на Курской в Атриуме там маленький магазин, они просто не поместят все, что есть в Меге, Химке. Там двухэтажный огромный магазин. И в Метрополисе вот тут были. Да, да. Ольга Шендрикова спрашивает, сейчас идет сериал на Первом канале по Аксенову. Спасибо, что вы сказали. Я, конечно, я же не смотрю телевизор, не знаю об этом. Про шестидесятников. Как вам это время и поэта шестидесятники? Рождественский, Вознесенский, Евтушенко и другие. Читали ли Аксенова вообще? И маму его Евгению Гинзбург. Я как раз недавно Ане рассказывала про остров Крым. И, вы знаете, конечно, читала в журнале «Юность». И сейчас, может быть, вы этого не знаете, журнал «Юность» отцифровал весь архив журнала, начиная с 1963 года. То есть полностью всю подписку до сегодняшнего дня и 2016 год в том числе. «Все можно прочитать». И знаете, какая радость. Конечно, я отношусь... Вообще я к шестидесятым годам отношусь просто... Ну, я считаю, что это вообще были самые лучшие годы в нашей стране. И я была ещё маленькая, в школе училась, ну, там, с первого класса, ну, наверное, где-то по восьмой-девятый класс, скорее всего, так. Я не знаю, я помню, как у родителей какой был подъём в настроении, какие были надежды. Вообще люди стали какими-то другими. Как будто вот в шестидесятые годы это люди, как вот сейчас, такие же свободные. Потому что, ну, конечно, в пятидесятые годы и уже в более позднее время, в девяностые, естественно, уже были не такие люди. Ну, интересно, куда же деваются те, кто были в шестидесятых годах. Даже сами поэты Вознесенский и Евтушенко, они же тоже очень сильно изменились. Они уже не шестидесятники, насколько я понимаю. Ну, наверное, наши благодарности. Так быстро? Да, ты же плов долго снимала. Нет, недолго. Ну, я сегодня, конечно же, благодарна, что Елена Игоревна приходила. И, кстати говоря, я благодарна, что мне почистили капу. А я за что благодарна? И за плов, за плов! Я благодарна за прекрасную компанию, которая сегодня у нас была. И за все наши разговоры, за вот эти интересные обсуждения всяких разных моментов общечеловеческих, политических, там еще каких-то по красоте, по моде. Ну, в общем, много всего сегодня обсуждали. Литературные вопросы мы затрагивали. Ну, в общем, было здорово. Напишите, пожалуйста, какие азиатские блюда вы любите? Ну, не только азиатские, восточные вообще. Восточные. Да, мы уже один раз, по-моему... Восточные сказки, зачем ты мне остроишь глазки? В прошлом году, по-моему, мы задавали этот вопрос, когда долму готовили или ели. Но вот напишите, пожалуйста, какие вы любите... Это не восточная кухня, это кавказская. Но все равно мы задавали вопрос, какую восточную кухню вы любите, кавказскую. Вот какую вы любите восточную кухню из кухонь, и какое ваше самое любимое блюдо? По-моему, это очень вкусный вопрос. Я очень люблю манты, бешбарлак. Очень вкусный вопрос. Мне кажется, что мы все, когда будем читать комментарии, у нас у всех слюнки будут течь. А мы с вами увидимся завтра? Нет, обязательно увидимся завтра. Обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Так, вы сегодня день. Пока-пока. Понедельник? А мы будем все ка-ка. Хорошо, пока-пока-пока.